Приветствую, на связи Дружин и Юрий. Продолжаем записывать видео на тему нового статуса объявлений в Яндекс.Директе «Мало показов» и той проблемой, что они постоянно отключаются. Ну, как постоянно, они просто отключились в большом количестве, и у многих из вас в аккаунтах теперь пестрят красные баннеры по поводу того, что мало показов и объявления приостановлены. В общем, Яндекс оперативно реагирует, и для того, чтобы нам было легче работать с этими объявлениями, в экселевской выгрузке он добавил колонку, где на этих объявлениях стоит статус «Мало показов». То есть мы их теперь можем идентифицировать. Естественно, в Директ Коммандер пока еще функционал не добавился, но, по крайней мере, мы уже можем работать с экселевскими табличками, хотя я лично с ними не работал уже несколько лет, и эти объявления переразбивать на группы. Вчера я первый раз уже попробовал это сделать, у меня все получилось, поэтому сейчас покажу вам, как, собственно, я это делал. Берем любую узкую компанию, где, скорее всего, есть эти статусы. Заходим, смотрим. Убеждаемся, что статусы здесь стоят в большом количестве на наших объявлениях. Сейчас она прогрузится, посмотрим. Видим, да, что баннеры присутствуют. И обычно у меня, по крайней мере, так, чем дальше вглубь компании, тем этих баннеров становится больше, потому что обычно под первыми номерами идут у меня объявления с большей частотностью, а в концовке компании у меня обычно частотность ниже. Ну, вот, смотрим, хвост, они практически все у нас красные. Поэтому мы поработаем именно с этой компанией. Так, возвращаемся в мои компании. На первую страницу опускаемся вниз. Запоминаем название, да? Lotus, поиск, РФ. Будем работать именно с ней. Заходим в инструмент управлениями, компаниями с помощью Excel. Выбираем. Ну, я в Excel SX работаю. Здесь находим нужную компанию. Так, Lotus, Lotus, поиск, РФ. Вот она. Ну, архивные, сами выбирайте, выгружать, не выгружать. Можете их выгрузить, если их хотите отредактировать. Я не буду их выгружать. Нажимаю кнопку «Выгрузить». Открываем скачанную компанию. И смотрим. В самом начале, перед ID фраз, у нас появилась новая колонка. Статус «Мало показов». Просмотрите, как их много. Еще больше половины, наверное. Ну, в этой компании, по крайней мере. Здесь объявлений не так много. И ключевиков. Что мы делаем? Заходим в фильтры. Ставим фильтр на каждой колонке. Хотя нам нужен только на этой колонке. И вот в этой колонке снимаем все галочки, кроме статуса «Мало показов». Все. Теперь мы выделили конкретно те ключевики, по которым у нас установлен именно этот статус. Концовочку я предпочитаю подкрасить каким-то цветом, чтобы мне было понятней, с какого момента я продолжаю. Смотрите. Я выделяю полностью строчки с данными объявлениями. Копирую их. И вставляю их. Вот, начиная с желтой отметки. Так, снимаем фильтры. Смотрим теперь. Теперь у меня здесь развернулись все мои объявления. Начиная с желтой полоски, у меня продублировано объявление со статусом «Мало показов». В общем, какая у нас с вами основная стоит задача. Основная наша задача сейчас стоит в том, чтобы эти объявления рассортировать по большим группам. В группу можно добавлять до 200 ключевиков. Поэтому наша задача объявления с маленьким количеством показов рассортировать по таким группам, чтобы в сумме группа набирала некое количество показов и уже не отключалась. Если сильно заморочиться, можно снять статистику по исковому региону для конкретных вот этих ключевиков через тот же кей-коллектор, например, и все нулевые поудалять, отсеять. Но я этого делать не буду, потому что, опять-таки, группа в 200 ключевиков в любом случае наберет 5-10 показов, как говорит Яндекс, чтобы начать показываться. А там, где нулевые ключевики, ну они, например, вне сезона могут быть нулевые, а в сезон могут быть далеко не нулевые. Поэтому я сейчас так сильно заморачиваться не буду. Все ключевики я вставлю в группы. Опять-таки, когда появится инструмент в Директ Командоре, скорее всего, настройку будет, можно производить более тонко. Еще один важный момент. По-хорошему, можно было бы все объявления со статусом мало показов отключить прямо через Excel. Но у нас такая функция в Директе недоступна. То есть, если у нас здесь написано, что объявление активно, вы не можете через Excel поменять этот статус. Вы можете отключать объявления только через Директ Командор и через ручной интерфейс. Но это чертовски неудобно, потому что этих объявлений будут сотни и тысячи. Поэтому будем дожидаться появления функционала. В принципе, наверное, даже и логичнее, пока эти объявления оставить вот в таком режиме, один ключ, одно объявление. Потому что тогда, когда начнутся по ним показы, это объявление восстановится и, собственно, будет показываться, и по нему пойдут клики. А его клон, ключевик в группе, в общей группе, оно, скорее всего, будет отключено, потому что у него банально будет ниже CTR. Ну, поскольку у него нету полного вхождения ключа в заголовок и показатель качества у него будет ниже. Поэтому объявления с малым количеством показов пока не удаляем. Что нам нужно сделать для того, чтобы все разбить на группы? Во-первых, нам нужно удалить ID группы. Вот эту колоночку мы полностью удаляем. Название группы тоже надо удалить. Объясню, почему. Ну, вот в этом случае, в нашем конкретном, все войдет в одну группу. Поэтому можно просто назвать там группу 157. Вот следующий по номеру. Но если бы у нас было тысячу ключевиков или еще больше, их необходимо было бы автоматически распределить по группам, и очень тяжело было бы сидеть и по 200 ключевиков высчитывать. Хотя, конечно, можно это сделать, но это надо потратить время. Есть автоматизированный способ для этого. Его я и собираюсь показать. Номер группы мы тоже удаляем. Статус этот можно оставить. Мало показов. Ничего страшного. ID фразы тоже мы удаляем. Яндекс присвоит ID заново. Так, посмотрим, что еще лишнего. ID объявления тоже удаляем. Все эти данные будут созданы с нуля. Так, с остальным, по-моему, все. Пробежимся, посмотрим, чтобы все колоночки у нас остальные были заполнены. Так, естественно, фразу, фразу, фразу мы оставляем. А вот заголовок нам надо поменять. Угу, интересно. У нас почему-то здесь разные... Разные тексты объявлений. Сейчас мы все приведем к единому виду. Так, единого вида мы добились. Так, а в заголовках нам нужно поставить шаблон подстановки. Шаблон подстановки, что он нам дает? Если ключ будет меньше 33 символов, то ему будет показываться заголовок с этим ключевиком, который вводил человек. Поэтому, в принципе, мы практически не теряем. Вхождение ключа в заголовок будет осуществляться и будет подсвечиваться жирным шрифтом. Но если он больше 33 символов, на этот случай мы вставляем типовой текст заглушку. Сейчас поищем, он где-то здесь у нас уже есть по-любому. Продолжение следует... Так, вот я нашел типовой текст. Вставляем его. А, так вот же он у нас здесь уже был. Так, ладно. Просто размножаем его до низу. Остальные все колоночки у нас вроде бы заполнены. Сейчас убедимся еще раз. Здесь все есть. Почему-то у нас стоит Самарская область. Хотя у нас не Самарская область. Какая-то у нас путаница здесь есть. Регион у нас везде должен стоять Россия. Так, сейчас убедимся. Это точно компания на Россию? Так, 308 на конце. Так, смотрим. Лотус, поиск, РФ. Все правильно. Какие-то ошибочки, оказывается, были у нас в компании. Так, активно, активно работает. Все окей. Теперь что мы делаем? Теперь открываем Директ Коммандер. Находим вот эту компанию. Вот она у нас. Выгружаем ее на всякий случай еще раз, чтобы все настройки адекватные у нас были, свежие. И конкретно вот для этой компании скачиваем ее еще раз вместе с объявлениями. Итак, компания загружена. Теперь что мы делаем дальше? Вот этот наш экселерский файлик. Жмем вот сюда в уголок. Он весь выделяется. И копируем его. Все содержимое. Здесь выбираем нужную в Коммандере нужную нам компанию. И нажимаем вставку компании из буфера. Он сейчас проанализирует содержимое нашего буфера. Естественно, поля в экселевской табличке, в которой происходит импорт. И структура компании в Директ Коммандере отличается. Но за счет того, что он считывает название заголовка в колонок. Он понимает, какие данные куда нужно вставить. можно попробовать импортировать в текущую компанию с перезаписью объявлений. Но у меня обычно этот фокус не выходил. Ну, давайте на всякий случай попробуем. Исходная компания не найдена. Окей. Поэтому выбираем поместить все объявления в текущую выбранную компанию. Нажимаем импортировать. Здесь жмем «Продолжить», чтобы он загрузил все картинки. Смотрим, что у нас здесь появилось. Здесь появились клоны тех самых объявлений, которые у нас уже были. И где-то у нас здесь появилась новая группа. Новая группа. Сразу видно по названию. Это группа, которая не была распределена. И которой командор автоматически присвоил свое название. Смотрим. В ней должно быть большое количество фраз. Да, это она. Вот. То есть в одной группе у нас большое количество ключевиков. Поэтому все объявления, которые у нас находятся выше, мы удаляем. Могла бы получиться такая ситуация. Если бы у вас было большое количество ключевиков, ну, больше двухсот, там, например, пятьсот, здесь вот эта группа светилась бы с красненькой ошибкой. Если бы вы на нее щелкнули, он бы вам написал, что приучено максимальное количество ключевых запросов для одной группы. И можно было бы нажать кнопочку, кнопка там что-то из серии там «Распределить» или что-то в этом духе. И он автоматически максимально загрузил бы каждую группу и разбил бы их на несколько. То есть у вас бы получилось там три или четыре группы. Вот в чем основная фишка и в чем основное удобство. Вам не нужно сидеть в табличке Excel и распределять объявления самим по группам. То есть он это сделает самостоятельно. Кстати, самую главную ошибку, которую я допустил, заголовок я сделал типовой. А на самом деле заголовок нам нужно сделать с шаблоном подстановки. Поэтому шаблончик вот такой вот мы ставим в начало и в конец. Нажимаем Enter. Если бы у вас было несколько объявлений, это делается через вставку замены. Поиск замены, точнее. Вот таким вот макаром. Так. Ну, по-моему, все. Сейчас я подумаю, все ли я учел. Может оказаться, что не все. Но, по-моему, все нормально. Теперь берем вот эту компанию и выгружаем ее на сервер. Возвращаемся в интерфейс Директа. В моей компании. Заходим в нее. И сейчас увидим, что у нас одно объявление на модерацию. Да, на модерацию одно объявление. Посмотрим его. Когда оно пройдет модерацию, оно, скорее всего, будет в самом конце списка. Поэтому проматывайте страницу до последней. Здесь у вас будет список из нескольких страниц. Оно будет где-то в самом конце. Вот. Мы видим, за счет того, что я подставил шаблончик, у меня сюда уже в заголовок вошел ключевик. Все отлично. То есть, вот у меня огромная группа с большим количеством ключевиков. После того, как она пройдет модерацию, статус вот этот малопоказов должен исчезнуть. Вот, например, вчера я уже подобное действие совершил. Вот, проматываю в самый конец мои объявления. У меня там 4, по-моему, группы объявлений новых создалось. Так, вот они пошли. Вот первая группа. Как мы видим, статуса на ней уже нет. Она уже прошла модерацию и работает. Поэтому, вот таким вот образом можно реанимировать ваши низкочастотные ключевики. В принципе, пока что предлагаю нулевые тоже оставить. Но, если вы создаете новые компании, конечно же, ключевики нулевые лучше отсеивать. Это речь идет только о компаниях, уже созданных. Так, на этом все. Пока. Если видео для вас было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь.